Всем здарова ребят, с вами Вайн. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Вискрай Дом Ужасов. Это игра от разработчиков Мороженщика, Монашки и там Мистера Мита вроде. Мне их игры нравятся и к стилям графики. То есть, например, помните игру про какого-то кролика, который похищал детей? Нет, не про меня, а про какого-то кролика. В общем, тут примерно такая же графика, я её просто обожаю. Она такая 3D, нереалистичная, но она приятная. В общем, это хоррор, в котором за нами будет гнаться какой-то пельмень сморченный. Нет, старый пельмень. Блядь, одно и то же. В общем, да, мы попадаем в какой-то богом забытый дом, где встречает нежданно какой-то пельмень и будет за нами гоняться. А нам нужно что-то будет сделать, вроде выйти оттуда, я ещё не знаю. Что ж, всем приятного просмотра. Итак, вот так у нас открываются сразу настройки и сразу начать игру. То есть, музыка, громкость, звук, чувствительный размер, джойстик, яркость, просрочный интерфейс. Всё, это у меня всё настроено. Итак, призрак нормально, тяжело, экстрим. Давайте нормально, пойдём у вас 4 попытки. Она довольно медленно передвигается и не будет обращать внимание на вас. А, ну да, на нас особого внимания. Что ж. Посвящается. В смысле, посвящается. Посвящается. Так, я не понял, кому это посвящать, но окей, начать. Глава 1. Дом ужасов. Однажды ночью малыш Тимми, как обычно, залез в кровать и приготовился спать. Но только он начал засыпать, как окно комнаты вдруг с грохтом распахнулось. Дальше что? Испуганный Тимми вскочил и спрятался под кровать. Просто ветер, подумал он. Набравшись смелости, малыш взял свою любимую рогатку и осторожно приблизился к окну. Но закрыть его мальчик не успел. Какой-то странный ветер подхватил Тимми и унёс наружу. Какой-то очень странный ветер. От ужаса Тимми кричал так сильно, что в итоге потерял сознание. Очнувшись, он решил, что всё это ему приснилось. Но вскоре понял, что находится не у себя в комнате. А, мы, получается, будем играть за мальчика Тимми, которого похитил старый пельмень. Я понял. Что это за место? Как он сюда попал? Кто его здесь закрыл и почему? Не найдя ответа, Тимми начал рыдать. Тимми какой-то салабак. Мы какой-то салабак, получается. Но тут он заметил что-то у себя в поясе. Свою любимую рогатку. Он сжал её покрепче, вытер слёзы и встал на ноги. Готовый искать дорогу домой. Тут какая-то ещё иллюстрация. Есть клетка какая-то или... Нет, это комната. Окей. Как это всё классно сделано, вы посмотрите. И сейчас, получается, комната превратится в 3д, и мы очутимся там. Верно. Верно. Это клетка. Как же это классно сделано, ребят. Я... Я... О, кайфово. Так, ну у нас тут какие-то пироги. Ну, с голоду я уже не сдохну. Это хорошо. Тут какой-то ключ есть. Я его могу взять. Но он открывает эту клетку. Может быть, как-то... Да, он упал. Поднять? Поднять я его смогу. Есть, я поднял ключ. Неужели я такой умный? Так, открываем. И всё, я вылез. Нет, надеюсь, никто преследовать не будет. Так, посмотрите картины. Не, ну тут пусто. Кстати, я ещё могу вот так смотреть, офигеть. Классно. О, здрасте. Ага, реклама. Не, 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 спасибо, спасибо. Мне какая-то рука преграждает путь. А если я подведу близко? Ай! Больно! Ну-ка, ещё раз. Ай! Ещё раз. Не, ну это классная механика, прикольная такая. Нет, говорить нельзя. Я открываю, и она мне плеча даёт жёсткого такого. Окей. Окей. Спустимся туда вниз. Как это всё? Вы посмотрите, как это всё классно сделано. Я... Ох, кайф, я не могу. Просто нет слов. Так, но тут у нас нет ничего, получается, да? Да, нет ничего, кроме часов. Кто рфыркает и рыдает одновременно? А-а-а! Хе-хе-хе-хе. Ти кто? Оно живое. И снизу это... Вот она, эта бабка. Вот она сидит, вы видите? Она куда-то вошла. Вот это живое, она... В руках... Ой, в зубах руку держит. Так, ну давайте спустимся. Вот она. Интересно, она меня не заметит? Чё-то фыркает, не, давайте я уйду. Чё-то опасно выходить сюда. Есть открытая дверь. Хорошо, я закрою её. Прятаться мы тоже можем. Допустим. Чаржон. Она всё ещё тут? Нет, она куда-то ушла. А где? А где она? Так, окей. Давайте рассмотрим. Графика такая приятная, ребят. Это просто офигенно. Так, здесь какой-то... Пузатый мальчик. Но это точно не мы. Классно. Классно. Очень классно. Это у нас вонючий носок. Вопрос, зачем мне вонючий носок? Вот он стоит. Я тебе носок кину. Это прям за мной бежит. Да, это пельмень прям со мной бежит. Чекайте, какой пельмень. Я чё-то не двигался. Так, всё, побежали, побежали. Голова, ты меня прикрой. Хорошо, спасибо. Это какой-то злой пельмень. Вон он бежит. Так медленно. Так что мне вообще пофиг, получается. А-а-а! Я понял, я понял, я понял, я понял. Я понял, я понял. Мы целый круг сейчас будем делать, да? Да, мы целый круг делаем. Ну там есть дверь, но туда тоже будет зайти. А как это мне сделать? Если она от меня не отстаёт. Так всё, в какой-то подвал спустя. Опустился. Опасно всё-таки. А я жду тебя. Хотя если мы спрячемся вот так, она меня не заметит. Хо-хо-хо-хо, я тебя тоже слышу. Она тут. Плохо. Она спускается ко мне. Она прям рядом. Мне кажется, ей плохо. Мне кажется, у неё просто жизнь не удалась. А я её боюсь, как какую-то страшную хрень. Пока она меня ищет, я пойду бы в эту сторону. Тут сто процентов что-то есть, окей. Вы понимаете, да, что тут происходит? Там его голова, здесь его ноги. Вы понимаете, да? А ну-ка. Я не останусь. Я не останусь. Хе-хе-хе. Я что-то нашёл. Да неужели я что-то сделал? Хе-хе-хе. Как мне-то двинуть стул? И как-то взять? Почему он просто взять не может? Почему нужно именно что-то делать? Просто подойди и возьми. А что это я? Не знать. Какая-то... Какая-то непонятная вещь. Мерцает. Ну окей. Берём. И к руки тачим. Потому что сто процентов что-то связано с этой рукой. Она нам что-то должна дать. Так, ко мне на третий этаж это уже как мой дом. Мне вообще всё равно. На. Да ты издеваешься что ли? Это вторая вещь, которую я нашёл. Кстати, тут она по физике падает. Ну-ка, ещё раз. Прикол. Он даже ударяется об это издаёт металлический звук. Классно. Вот он мой шарик. Родненький. Вкусненький. Мой любимый. Давайте попробуем. Кинуть вот сюда. Не, ну он закатится. Всё, я сюда. Всё, ты меня не видела. Ты не знаешь где я. Да как? Ещё сожрала меня. Спасибо. Не, мне получается нужно дать пять другой рукой. Другая рука у него. Что, чтобы идти к нему, нужно что-то сделать, чтобы он рукой отпустил. Рука-то у него. А сука у меня, допустим. А снова бежим наверх. Но это я уже делал. А, серьёзно? Вот так? И зачем? Как я мог догадаться сделать? А, тут нос. Точняк. Я думал, тут какой-то глаз. Это нос. Тогда всё на свои места становится. Здесь за шкафом что-то. Ну, окей, я не слепой, я увидел это. Вот так даже. Хорошо, будем знать. Нужно быть внимательней. Так, давайте пойдём наверх. Какая тут необычная лестница. Это мы где получается? Смотрим. А, ну да, второй этаж. Точно. Страница магической книги. Страница магической книги. Страница и что тут у нас? Шар. Кидаем. Кидаем шар. Ну. И чё дальше? Спасибо. Я понял. Вот как получить магическая книга. Ну всё, ты можешь отчёт спокойно выходить. Ну и что ты заладил уже? Всё, ему тут надо посмотреть. Всё, ему нужно узнать. Так, давайте страницу отнесём ко мне на базу. Наш чердак будет базой теперь. Шо, шо, шо тебе надо? Шо тебе надо? Скоро я тебе дам пять. Хотел сказать леща, но у тебя нет того места, где можно дать леща. Так, где я взял? Получается, бежим вниз. В столовую. В столовую у нас есть. В столовой не тут. Ты, главное, от меня отстань. Опасная какая-то ведьма. Так, и бросить куда-то нам на его нужно будет. Так, вот он. Она со мной не бежит? Серьёзно? Так, бросаем. Угу. Ничего не происходит. Что мы бросим? Не происходит. Ну-ка ещё раз. Взять и бросить. Хорошо, я понял, что нужно бросить. А, вот ещё что-то что-то есть. Так, я не понял, подождите. Можно как-нибудь поподробнее это описать? Номер четыре. Взять. Вверх-вниз. Допустим. Допустим. Дать шар. Вверх-вниз. 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 Что-то получилось! Ха-ха-ха. Омагад. Омагад. А, это шар-телепортатор. Ну-ка-с. Не, я всё равно появляюсь здесь. То есть, этот шарик мне поможет. Ля, гляньте, как это классно. А, вот предыдущий шар, руна. Я хочу туда пройти, можно? Пожалуйста. Не, всё равно я появляюсь тут. Я закину его туда. Подберу. И. Давай! Не, всё равно я тут появляюсь, хорошо. Что это? Кукушка. Кукушка какая-то. Ладно. Допустим, мне дали иллюстрацию с кукушкой. Хе. Спасибо. Тут немножко всё лагает, когда встаёшь, но ничего страшного. Так, пол-одиннадцатого. Окей. Так, ставим наполовину, это на пол-одиннадцатого. А! Спасибо. Так, листочка у нас есть. Мы можем пойти и пощекотать его. Вот этого. Лысого. Давайте так и сделаем. Он должен нам скинуть руку. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, пока меня не заметили. Хе-хе-хе-хе. Какой я, конечно, опасный. Всё, он выронил руку. Пойдём. Так, ты меня не видел, ты меня не знаешь. Всё, ты меня не знаешь. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе, сука. Погнали, отнесём эту руку к нам. Дадим пять. А теперь всё должно получиться. Теперь сто процентов должно всё получиться. О-о-о! Спасибо! Спасибо большое! Окей, погнали, вставим эту штуку в... В другую штуку, в которой я забыл название. Да, я молодец. Хе-хе. Она находится вот здесь. Так, мы снизу, хорошо. Мы сейчас заиграем, да? Да. А что дальше мне делать? Это чёрный экран. Я голод за кадром. Сейчас я вам скажу то, что... Большая часть всего, что я заснял, она уходит в мусор. И мы перемещаемся к сразу тому моменту, где я понял, что нужно делать дальше. И как бы... Да. Что ж. Приятного просмотра. Давай-давай-давай-давай. Быстрее, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, здрасте. Я успею взять. Ну, не пугай меня так. Беги, пожалуйста, 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 пожалуйста. Беги, беги. Только беги. Только беги. Так, рука к руке. Хорошо. Палец к пальчику, ладонь к ладони. Это всё логично. Так, давай только быстрей. Давай-давай-давай, это рука, это тоже рука. Спасибо. Тут уже нет, та же самая песня, кстати. Так, сфера, сфера лежала там. Помните, у нас было две сферы, то есть я телепортировался в другой сфере. Они оказываются связаны. Я думал, это одна и та же, и она просто глючит немножечко. Оказывается... Ну, в общем, сейчас покажу, что к чему. Нужно эту сферу кое-куда поставить. Сейчас я туда быстренько делаю. Вот так. Всё. Я должен спрятаться. И ждать. Потом нужно вытащить рогатку и забрать у неё палочку. Да, у неё есть палочка. Нужно это сделать. Вот она сейчас придёт. Вот она идёт. Вот тут у неё есть палочка. Палочку берём. У нас есть палочка, ребят. Это очень хорошо. Так, и сферу. Смотрите, сфера у нас тут. Давайте палочку поставим сначала ко мне, чтобы её не потерять, если что. Так, палочку ко мне. Я уже во всём разобрался, мне нужна была маленькая подсказка. А то я немножко... Ну, я просто связан с багами, и я думал, это баг. Я не понимал, что делать дальше. Оказывается, это не баг совсем. А, палочку выкинуть не могу. Тогда пойдёмте к сфере. У меня есть два заряда. Так, это место я открыл. Здесь что у нас было? Какая-то страница волшебная. Так, нет, но это я помню. Пускаем всё вниз туда. И бежим тоже вниз к сфере. Сейчас я покажу, что нам нужно делать. Так нужно это быстрее сделать. Прыгать, падать я не могу. Так что сделаем это всё аккуратно. Смотрите. Одну сферу кидаем всё правильно. Вот сюда, как я и хотел сделать. Есть! Она упала! Офигеть! Теперь мне нужно пройти туда. Да, всё верно, старуха. Я должен пройти вот сюда. Должен пройти вот сюда. Должен, 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 должен. Поднимай, пожалуйста, быстрей. Тпхайся, тпхайся, тпхайся. Давай! Есть! Офигеть! Я никогда так не, 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 не тер сильно экран, как сейчас. Фух. Хе-хе-хе. В общем, тут мешала нам косточка. Вот эта вот косточка. Мы её убираем и открываем дверь. Косточку выкидываем нафиг. Сфера у нас тут. Вот та самая сфера, которую катил сюда. Она где-то здесь, эта старуха, эта старый пельмень. Так, мы открываем это и смотрим. Палочка, мне нужно что-то сделать, чтобы подойти к змее. Первое. Подойти, взять палочку, подойти к змее и смахнуть такой линией. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Всё, сейчас будет самое важное дело. Ну, пожалуйста, у меня палочка есть. Ну, пожалуйста, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Пельмени вроде тут нету. Так, 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 так он я успею так 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 пельмень уйти пожалуйста так 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 да ну елки-палки но пельмень также так именно было так 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 есть открывай всю ху 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 мы сбежали наконец мальчик смог открыть дверь и вырваться из дома недолго думая он бросился в лес тимми бежал со всех ног пока совсем не устал и вдруг услышал голос эй ты тимми с испугу обернулся увидел маленькую голову выглядывающего из кустов не успел ничего сказать или делать как из-за ветвей вышла девочка его дошла к нему эта палочка ведьмы взволнована спросила она глядя на нее тимми с опаской вытащил палочку и угрожающим жестом направил ее на девочку фигасе тимми опасный чел оказывается так нельзя было на этот перемене сделать но к его удивлению девочка громко рассмеялась не смеши палочки могут пользоваться только маги оскорбленный тимми указал волшебной палочкой на маленькую змейку у ног девочки и змейка превратилась веревку бегать ими удивил девочку девушку посмотрел на теме широко раскрытыми глазами и улыбаясь сказала кажется мы с тобой станем отличными друзьями конец первой главы время игры восемь минут сорок восемь секунд я это сделал ребят мне нужно было всего лишь маленькая подсказочка и все что ж всем спасибо кто посмотрел я надеюсь вам понравилось вот так мега мозг прошел быстро игру конечно все сам а как же иначе вот такая вот отличная игра была я эту игру если что сждал как только пришло удивление что она вышла я и сразу же скачал одним из первых и начал снимать конечно снял на день позже что же с вами был ваин спасибо что досмотрели я надеюсь вам понравилось всем удачи и всем пока пока пока